Здравствуйте, туристы и милитаристы! Вернулся я из отпуска из КАП страны. Обязательно в каком-то из следующих монологов поделюсь впечатлениями своими. В первую очередь хочу рассказать о каких-то таких небольших нюансах, мелочах, которые буквально за последний год произошли в Швеции, в Норвегии. Как вот поменялось? Не совсем заметно для постороннего глаза, но если человек немножко в теме, а так уж вышло, что я немножко в теме, то именно вот как раз когда я был в прошлом году в отпуске в Норвегии, случился первый теракт с использованием тяжелого грузовика. И этих терактов, как вы знаете, было в течение года несколько. И в общем, как-то вот немножко, сама по себе жизнь не изменилась, но немножко именно там, вот я был на музыкальном фестивале, кое-какие вот такие небольшие изменения произошли. Итак, нож у нас сегодня Лео Ку-18, компания Ахти, финская компания, предоставлен замечательным магазином Ламния. Чем больше я изучаю их сайт, тем больше респект во мне вызывает их отношение к ножевому бизнесу, их отношение к клиентам. Очень много отзывов пишут мне. В общем, на самом деле, одна из основных проблем, конкретно для российского потребителя, многие ребята пишут, что Ламния заворачивает какие-то модели, которые, скажем, являются холодным оружием, или есть подозрение на то, что это холодное оружие. Ну, скажем, холодняк в любом случае не пришлют, а если есть какие-то спорные моменты, самый простой способ, на мой взгляд, это написать, и в идеале где-нибудь еще и найти в интернете сертификат, например. В любом случае, на мой взгляд, там просто куча совершенно теплых ножей, которые заслуживают внимания. И сегодня я бы хотел поговорить именно о скандинавских ножах в целом и о том, что я вот на обзоре этого ножа конкретно высказал пожелание свое к российским производителям ножей, чтобы они не делали ножи в скандинавском стиле, потому что для этого есть и так уже скандинавские ножи, а пускай дальше развивают те же самые какие-то русские ножи, европейские какие-то формы. Потому что, на мой взгляд, круче, чем сами скандинавы, скандинавов никто не сделает. Конкретно в отношении Левуку я вам скажу, что 18-я модель, она, посмотрите, я просто не чувствую. Проблема сейчас чистки картофеля заключается в том, что я не чувствую, как идет клинок по картофелям. То есть, я совершенно не чувствую никакого сопротивления, ни малейшего. Это просто какое-то чудо. Так вот, в отношении Левуку, я могу сказать, в отношении именно Левуку от Ахти. 18-я модель, она такая довольно специфическая, она очень легкая, невероятно управляемая. Но если вам какой-то нужен именно, скажем, какой-то скандинавский такой универсал, то проще, наверное, приглядеться к 14-му номеру. Потому что он, скажем так, более логичен по пропорциям рукоять-клинок. Но вот лично мне, я повторю, опять же, свою мысль. Вот эта рубрика «Время больших ножей» на канале Рахадыр. Ну, она совершенно здесь как бы не кажется уместной, потому что этот нож, несмотря на 180 мм клинка, он просто нереально управляемый. Он очень удобный. У него просто какая-то невероятная рукоять. Это просто какое-то чудо, а не нож. И вот сейчас я чищу картофель, и у меня просто какое-то недопонимание. Я не чувствую совершенно сопротивления материала. То есть нет какого-то скрежета, какого-то, знаете, зубовного. Ну, так вот. Давайте о скандинавских дизайн. Начнем с того, что российские производители довольно, на мой взгляд, удачно научились копировать какие-то шведские дизайны. Если мы, скажем, такой бодрый хруст раздается у нас от картофеля, если мы, скажем, вот, если мы именно не раскалываем, а вот так нарезаем, то все хорошо. Если мы разговариваем о финских ножах, то довольно неплохие есть примеры лаппи. То есть та же самая финка лаппи Златоуста Ир, например, приходит мне на ум. Пятая финка у них совершенно такая неплохая. Третью они за каким-то хреном перекачали, там, 4 мм на обухе. Но, если мне не изменяет память, где-то чуть-чуть больше, чем 20 мм ширина клинка. Но это действительно какой-то, на мой взгляд, бред-бредович. То есть, ну, совершенно неуместно. Пятая, я ее в руках не держал, но у меня там, конечно, вызывает вопросы рукояти. Что касаемо, ну, опять же, та же самая компания Мартини делает просто шикарнейшие ножи. Но есть прикол в том, что когда берешь в руку, Мартини никогда не вызывал такого, как вот здесь. Здесь прям, знаете, вот все так гладенько, красиво, все так вот, все сделано так, ну, четко. Мартини сделаны чуть ли не на Атье, это самое. Ну, то есть, они, мягко говоря, грубовато сделаны. Все практически. То есть, есть у них там бронзовая, серебряная, золотая серия, посвященная 100-летнему юбилею независимости Финляндии. Она стоит немереных денег, потому что именно такие юбилейные ножи. Но в целом, Мартини это дешевые, неприхотливые совершенно Финки, у которых никогда не возникнет желания или там какой-то вообще позыв их положить на полку. Никогда. Вы будете этими ножами работать с первого момента. С первого буквально. Как вот откроете, так и начнете сразу работать. То есть, вот Лаппи более-менее есть какие-то вот такие наметки у некоторых производителей. Хотя та же самая Атака, Пуко, они перекачали очень сильно. Да, это прикольный нож с традиционными формами. Но не нужна на Финке такая толщина клинка. Ну, ну не нужна она здесь. В этом плане, конечно, скандинавы сами по себе, они ерундой не страдают. Я вам скажу больше того. Конкретно вот в Норвегии разговаривал с мужчинами, которые ножами именно, они разделывают дичь, разделывают рыбу, работают по дереву. Ну, и я как-то вот немножко их ознакомил. Там несколько российских ножей привез с собой. Немножко ознакомил с концепцией 4-5-миллиметрового обуха. Причем старался максимально нейтральный тон держать. Не восхвалять это, но и не ругать. На меня посмотрели как на ненормального, если честно. То есть, чистка картофеля просто супер. Нарезал с таким хрусточком. Ну, у нас, в принципе, мы обычно на тестах картофель и не режем. Это я просто сразу все, как говорится, сразу все в котел бросаю. Так, лучше как кухонь. Просто шикарно. Просто шикарно. Ну, конечно, углеродка сразу на луке оставляет такой едва заметный коричневый след. Это так получается всегда. Конечно, проще взять на нержавейке. Ну, так вот, я отвлекся. И это основная, на мой взгляд, проблема российских производителей. Они перекачивают обух. Они берут нож в скандинавском стиле и перетаскивают. У нас, к сожалению, надо признать, все эти больны. И я в том числе, и я уверен, большинство людей, которые сейчас смотрят это видео, тоже. Мы все заражены синдромом Джона Рэмбо. Нам всем подавать 5 мм на обухе. Почему? Ну, чем больше железа, тем прочнее. Карман, как говорится, запас карман не рвет. Пусть будет лучше толще. Хрен с ним, что он хуже режет. Но зато, эгэгэй, это же можно им сосну свалить или там проботонить. А не надо ни сосну варить, ни батонить. Нож не для этого, нож чтобы резать. Лук просто замечательно прошел. Давайте огурчиком порежем. Огурец это вообще такой нетестер. И огурец я просто до кучи нарезаю всегда, потому что, ну, огурец можно обухом нарезать. Это по большому счету, тут просто определяешь, конечно, бывает так, что он адски хрустит, раскалывается, если действительно сильно перекачан обух. Вот здесь 3 мм. 3 мм на большом ноже это совершенно достаточно для того, чтобы обеспечить какой-то разумный запас прочности, при этом сохранив, скажем, ножевые характеристики ножа. Совсем все печально обстоит. Опять же, если я ошибаюсь, я буду только рад, поправьте меня. Совсем все печально обстоит. Все-таки вот морковь я по-другому нарезаю. Вот хоть что делайте со мной. Сейчас я посмотрю, попадает ли. Да попадает, все нормально. Морковь я всегда нарезаю быстро и так, как привык с детства. Вот с самого детства привык нарезать так морковь мелкими кружочками. Так я и делаю. Не помню, сколько мне лет было. Все печально складывается у нас в отношении конкретно вот Левку, потому что всегда что-то от себя придумывают. А не надо придумывать. Не надо. Всегда что-то добавляют в рукоять, какие-то еще там нововведения. И сразу же получается не то. Получается нож в стиле. Но это совершенно не то, что нужно. И печальнее всего обстоит вот с такими ножами, которые, знаете, то, что я называю норвежского типа ножи. Это Херли. У Розели есть несколько хороших ножей. Именно такого типа. И у Ахти, кстати говоря, есть. Это именно ножи, которые мне больше всего нравятся в работе, и которые труднее всего в России будут продавать потребителям. Почему? Потому что потребителям всем подавая рембойды. Это ножи. Вот самый яркий пример. Это Хелли Фалькинг Нивен. Здоровенная, мощная рукоять. Очень хорошая, ухватистая, крепкая, мужская. И тоненький, коротенький огрызочек клинка, которым делается 95% любой совершенной работы. Эти ножи просто нереально удобны в работе. Просто нереально. И повторюсь опять же. Даниил Сергеевич Кашулин сейчас сделал нечто похожее вот в этом вот стиле. Но опять же, я бы очень хотел этот нож покрутить в руках, чтобы какое-то свое именно личное мнение по нему высказать. А в целом, ну вот, приведу пример, опять же, у нас сейчас все замерли в ожидании двух ножей, которых именно объявляют как норвегами компания Кизляр Суприм. И вот у меня даже такой разговор с Виктором состоялся, потому что я сказал, что, говорю, ну, Вить, честно сказать, в Норвегии я, ну, я в Норвегию езжу практически каждый год. В Норвегии я очень часто бываю. И, разумеется, норвежские ножи, сколько их через мои руки прошло, сколько я там работал ими. Ну, не видел я таких норвегов. В моем понимании, норвег это совершенно нормальный нож. Ну, на что он мне сказал. Я тоже в Норвегии был, и я только такие там ножи и видел. Но я думаю, что мы просто с ним, наверное, в разных были Норвегиях, если уж на то пошло. То есть, на мой взгляд, опять же, это лично мое мнение, я никому не навязываю. Это хорошие, грамотные ножи, очень функциональные, очень эргономичные. Отлично, мы сейчас порезали морковь. И первая у нас помидоринка. Из прошлых еще запасов. И совершенно чисто режется. Без каких-то намеков. То, что я называю... Вот мне интересно, было бы, как нож после деревяк отработать по кухне. То, что я называю силой мысли. Вот, я почему даже не удивляюсь, потому что я ждал именно такой. Вот, ни на секунду не хуже, а именно такой работы по помидору. Вот не знаю, почему. Мне, как бы, вот именно казалось, что он будет именно вот так вот. Очень мягко, очень плавно проходить кожицу. Что, собственно говоря, сейчас у нас и происходит. Так вот, вот эти два новых ножа, на мой взгляд, их норвегами называют чисто... Ну, это чисто, опять же, маркетинг. Потому что, лично, они красивые, они классные. И я, кстати, очень прошу всех проголосовать за мою фотографию в конкурсе аватарок в группе Кизляр Экстрим ВКонтакте. Потому что я хочу отдельно из этих ножей, искренне хочу выиграть и как можно быстрее провести тесты. Потому что здесь моя такая жлобская логика, она очевидна. Если моя аватарка победит в этом конкурсе, то мы получим нож на тесты гораздо быстрее, чем если когда вот будут вот эти вот первые продажи и так далее, и так далее. Ну, говорю как есть. Может быть, такой хитрожопый план. Ну, и опять же, фотография там просто замечательная. По помидорке одни восклицательные знаки, ребята. Здесь просто, просто песня. Вы знаете, в чём прикол? Очень удобная рукоять, очень удобная именно для работы по кухне. Я ещё раз говорю спасибо огромное Саше Соловьёву за то, что он меня просто вот толкнул к Левку. Просто толкнул. Потому что на самом деле я дальше Лаппи и дальше вот именно норвежских вариантов. Как-то вот, ну, были у меня какие-то такие вот именно по фотографиям не особо, не особо я был впечатлён. На самом деле этот нож просто бомба, просто фантастика. Из российских производителей, конечно, очень неплохие ножи в стиле делают СОВы. Это безусловно, с этим не поспоришь. Но опять же, у СОВ там свои, скажем так, ограничения. Плюс, ещё такой момент, всё-таки, наверное, на мой взгляд, скандинавские ножи, они должны быть на натуральных материалах. То есть, всё-таки, в первую очередь, дерево. Да, производят те же самые мартини, свои финки с резиновыми рукоятями. И по сравнению с деревянными рукоятями, это полное убожество, полное что-то личное. Что-то совершенно неправильное и противоестественное. Ещё один пример. Это нож, один из моих любимейших ножей. Нож полярный, полярный 2 от Златоуста. Ну, казалось бы, полярный 2, он сам по себе должен быть, так или иначе, в каком-то именно, или в стиле народов Крайнего Севера, или в скандинавском стиле. Я всё-таки считаю, что этот нож больше выполнен в скандинавском стиле. Ну, нахрена на такой клинок? Я не помню, там чуть ли не под 5 мм обух. Ну, конкретно сейчас у меня этого ножа нет на руках, потому что я долго-долго вынашил мечту заточить его не аировской заточкой, а нормальной заточкой. Долго-долго вынашил, в конце концов отдал специалисту, отдал нашему Анатолию, для того, чтобы он заточил. Потому что я понял, что я сам его никогда не заточу, у меня просто никогда не будет на это время. Мне очень хочется его потестировать не так, как вот я его тестировал именно с заводской заточкой. Вот Златоуста Ир, которая, мягко говоря, вызывала у меня нарекания. Это мягко говоря. А именно с нормальной, такой, острой заточкой. Когда нож должен быть острым. Вот как тот, например, который у меня сейчас в руках. Просто удовольствие, просто удовольствие работать этим ногами. В общем, к чему моя вся... А, кстати, ещё один нож, который вы упоминали. Это нож Кузюк от Златоуст Аир. Нет, ребята, не согласен. Клинышек более-менее, да. Рукоять, ну, ни в какое сравнение не идёт, не пойдёт с теми же самыми рукоятями, вот, Розели или Келли. Не то. Перемудрили. Перекрутили. Пере, скажем, какое-то вот своё сделали именно... Ну, на мой взгляд, не самое правильное видение. Это, опять же, это всё мои личные, как говорится, домыслы. Я никому своими... Я их высказываю, свои мысли, но никому их не навязываю. Это моё личное видение, скажем так, данного вопроса. То есть, к чему я вообще веду? Потому что, опять же, за редкими исключениями, это я вам напоминаю, что, если кто не знает, то я ратую, постоянно ратую за то, чтобы покупали люди ножи российского производства, чтобы был ножевой патриотизм обязательным, чтобы помогали развиваться своим производителям. Так вот, всё равно, даже с учётом вот этой вот моей позиции, по скандинавским ножам, на мой взгляд, настоящую прелесть скандинава вы оцените только работой настоящим природным, скажем так, кровь от крови, плоть от плоти скандинавом. Вот, я просто работаю по курице, и я кайфу. Это действительно какие-то, ну просто положительные эмоции. Нож создан для дерева, но при этом по мясу он работает, по овощам работает просто изумительно. И это 180 миллиметров на клинке, напомню. Совершенно легко вырезал он у нас из груди на филе. Так что, да, ну то есть я не говорю, что плохие там все ножи российского производства в скандинавском стиле. Но именно настоящую вот эту вот, выражаясь каким-то поэтическим языком, настоящую песнь, камня, скал, блин, как там красиво, это просто какой-то капец. Настоящую вот эту вот музыку, камня, воды, небо вот этого вот свинцового, всегда такого вот, вот эту настоящую музыку лесов, природы этой, вы почувствуете работали только именно природными скандинавами. Что-то как-то вот у них все, как-то вот у них все естественно получается. Они не делают в стиле, они делают настоящие. То есть, можно, даже вот в принципе, если есть возможность, просто сравните. Возьмите тот же самый какой-нибудь кузюк или еще какой-нибудь нож российского производителя и возьмите какую-нибудь там финночку от Розели или ножик от Хель. Хель это вообще что-то с чем-то. Я, кстати говоря, думал, думал, еще думал, вот отличные ножи, совершенно недорогие, делает Конгсберг норвежский. И вот думал, чем же себя порадовать в этом отпуске. В прошлом отпуске я себя порадовал ножом Önjo Nordic Hunting Knife, который у нас на зарубе в прошлом году благополучно сломалась рукоять. И после этого я задолбался по гарантии все это возвращать, менять в конце концов. Я их настолько утомил, что они мне просто прислали денег и все. И на этом, как говорится, эпопея закончилась. Но переписка у меня шла почти, ну, там, я не знаю, больше полгода точно. Не с производителями, а с магазином XXL Sport. И в этом году я взял себе бруслета... Бруслета БАМСа. Вот такого вот красавца. Специально не открываю, потому что здесь, видите, такая экологическая упаковка. И с учетом того, что у меня не было возможности в магазине покрутить нож в руках, именно на предмет, там, примизны, кривизны клинка, там, всех вот этих вот каких-то, ну, какие могут быть сюрпризы на рукояти с той стороны, с закрытой стороны, открыть мне как-то так не позволили, чтобы позырить. Сказали, ну, у нас тут не принято так вот, типа, прозвучало на английском все гораздо проще. Типа, хочешь, бери, не хочешь, вали отсюда. Курица-нож работает просто великолепно. Просто 5 баллов. Это с учетом того, что крупная рукоять, крупный клинок, просто шикарно. Нож летает. Так, давайте мы. То есть, вот так вот мы сняли с костей мясо куриное. Ну, и как-то вот у меня, не знаю почему, решил взять бруслет. Цена была хорошая. Ну, и я, в принципе, очень был впечатлен историей, вот, которую я рассказал в прошлом году о ножах-бруслетах во время своих норвежских вот этих вот рассказов о норвежских ножах. Когда нож просто выдерживал какую-то дикую работу, и оказалось, что ножом больше 50 лет уже. И он до сих пор живет, пикпашет. Очень удобная рукоять. Просто невероятно удобная рукоять. Очень удобный нож. Очень подвижный. Просто у меня по этому ножу, конкретно вот по левку Ахте, нет ни одного замечания. Единственное, я думаю, что на кухне, именно по этим продуктам, 14-й, ну вот, может быть, капусту 14-му было бы немножко труднее нарезать. А так, может быть, 14-й даже еще лучше летал бы. В любом случае, Браво, это действительно то, о чем я говорю. Я думаю, что вот те ребята, у кого есть настоящие финские и норвежские ножи природные, вот, пожалуйста, в комментариях выскажитесь, вот, прав я или не прав. Когда я говорю, что скандинавы, они должны быть скандинавскими, а не закос какой-то подда. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Спасибо.